Привет! Расскажу вам сегодня, как сделать идеально глянцевые силиконовые формы на примере волшебного желудя. И я ненавижу процесс полировки изделий, прям вот ну вообще, поэтому всячески стараюсь его избегать. Но такие вот желуди мне сделать очень хотелось. А если вы смотрели мое предыдущее видео про силиконовые формы, то уже знаете, что если силиконовая форма была отлита от матового предмета, то и то, что мы зальем в эту силиконовую форму, будет матовым. И, соответственно, наоборот, если мы берем что-то глянцевое или стеклянное и делаем из этого силиконовую форму, то и то, что у нас получится при заливке этой силиконовой формы, будет глянцевым. Поэтому форму желудей мне надо было сделать глянцевыми. Сначала мне надо сделать просто макет желудя из полимерной глины. Катаю шарик, потом приклеиваю его к бумажке и вытягиваю носик. Так я сделала три желудя и запекла их. И если вот по ним отливать силиконовую форму, то результат будет матовый. Поэтому я беру топ гель без липкого слоя и покрываю им свои желуди. Сушу под лампой, как если бы это были ногти. И, вуаля, идеально гладкие глянцевые желуди. Теперь вот из них можно делать силиконовую форму. Для нее я взяла дно пластикового стаканчика, потому что оно отлично подошло по размеру. Приклеиваю желуди внутрь на горячий клей, чтобы при заливке силикона мои желуди никуда не съехали. И дальше замешиваю силикон. В инструкции написано делать это в пропорциях 100 к 5. Но в таком случае этот силикон очень, прям очень быстро загустевает. Поэтому я делаю пропорции 100 к 3. Это допустимо. Хорошо перемешиваю и заливаю. Дальше из-за своей нетерпеливости я ночью без камеры уже вынула заготовки из этой формы и попробовала ее залить. Ничего от вас не скрываю. Просто мне действительно уже очень хотелось попробовать эту форму. И поэтому я залила ее остатками смолы от другого проекта. Получилось шикарно. Поэтому я стала заливать уже официальный желудь с засушенными веточками можжевельника и блесточками внутри. Если просто запихивать ветки внутрь, то вокруг них будут образовываться пузыри. Мне это не надо. Поэтому я налила смолу на силиконовую форму под блокнот и предварительно опускала веточки в смолу, выгоняя пузыри. Пока мой орех застывал, я взялась за шляпку. И я принесла из леса несколько шапочек. И на удивление, одна из них прекрасно подошла к той форме, которую я залила. Поэтому я просверлила в ней отверстие для пина и приклеила пин изнутри. Затем оставалось лишь собрать все вместе и прикрепить цепочку. Цепочка у меня довольно тонкая и мои колечки не пролезают в нее. Поэтому для их соединения я пользуюсь звеном от более крупной цепочки. Однако цепочка не пролезает в пин, а использовать бейл мне не хотелось. Я не хотела перегружать эту композицию. Поэтому я прикрепила замок тоже с помощью звена цепочки. И затем повесила свой кулон на цепочку, раскрывая пин. Готово! Я безумно рада, что моя идея с глянцевыми формами сработала. И я бы сделала еще несколько таких желудей. Вообще, по-моему, это крутая идея для бизнеса. Если вы работаете с полимерной глиной, лепите какие-то уникальные, очень классные, интересные вещи. Можете отливать по ним силиконовые формы и продавать это мастерам, работающим с эпоксидной смолой, например. Я бы приобрела что-то более интересное, чем силиконовая форма с Алиэкспресса. Потому что к ним у всех есть доступ. И все мастера, грубо говоря, работают сейчас почти с одним и тем же. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok